Как влиять на близкого человека, чтобы он прогрессировал? Сначала нужно работать над собой и сердце сделать сильным. Потом нужно принять близкого человека сильным сердцем и не считать его плохим. Просто он находится на определенной стадии, на какой мне положено. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Все. На такой стадии он находится, на которой мне положено. Все. Вот. Дальше. Надо понимать, научиться уровень близкого человека и вдохновлять его делать то, не жужжать ему, а вдохновлять его делать то, что он может сейчас понять. И что сейчас ему нужно. Вот, допустим, если он объедается мясом, а вы там уже вегетарианец до мозга костей, ну тогда научите его есть мясо, которое менее опасно для судьбы. Ну приучите его не есть, допустим, мясо крупных животных, а есть мясо зайчиков и курочек. Ну они менее развитые по судьбе, еще менее развитые эти рыбки там и так далее. И постепенно отучайте его, то есть меньше кармы, меньше тяжелой судьбы, чтобы мясе было. Потому что животные бывают разного развития. Чем ближе к человеку животные, тем больше они развиты. Домашние животные, скот домашний, тоже домашние животные. Они сильно развитые. Дети очень сильно приближенных человековых животных мы не едим. Там собаки, кошки. Вот. Но коровы тоже приближенные. И свиньи. Их тоже не надо есть. Зайчики уже более дикие животные. Вот. Ну их надо стараться тоже. Рыбки еще более неразвитые. И так далее. И вот так постепенно, на том уровне, на котором человек, надо ему давать знание о том, что вот какое знание самое первое. Что красное мясо является самым главным канцерогеном. Это знание, это полное уже. Это, ну, эту фразу сказал, ну, человек, который в то время возглавлял здравоохранение, при мне, когда была у нас передача по атеросклерозу. Я на передаче на это тоже присутствовал. И вот человек, который возглавляет здравоохранение, сказал, красное мясо является главным канцерогеном. Красное мясо, это мясо крупного рогатого скота. Вот и все. Вот это ему скажите. И он будет думать об этом. Вот это, понимаете, так человек должен прогрессировать. То есть, если он слышит только мнение ученых, тогда, пожалуйста. Есть куча диссертаций на тему, как продлить свою жизнь. Все знают, что надо больше есть зелени. Это даже коню понятно. Следующее. Очень важно, когда вы хотите развивать человека, крайне важно поддерживать свою внутреннюю чистоту и внешнюю. Поддержите чистоту в квартире, пище, режиме дня, алтарь, чтобы чистые друзья только в дом приходили. Если какие-нибудь ханулики, не надо их пускать себе в дом. Отваживайте своего мужа или свою жену от плохих друзей. Понимаете, друзья несут человеку его жизнь, его судьбу. Хороших друзей больше, плохих меньше. И здесь, извините, уже надо воевать, сражаться. Ну, по-доброму, естественно. Понимаете, то есть друзья, которые несут развитие, надо приучать их, стараться, чтобы они больше, а те, которые деградацию, меньше. Они не нужны, это проклятие просто. Зачем оно нужно в доме проклятие? Поддержите свое... Ну, и не то, что вы можете заставить своего мужа с кем-то не дружить. В дом не пускайте. Друг приходит с бутылкой, до свидания. Муж скажет, ты что, мне пить не разрешаешь? Нет, пить разрешаю. Но друг с бутылкой сюда не придет. Я ему не разрешаю пить в нашем доме, и все. Он не может возражать вам. Это ваш выбор. Понятно, да? Поддерживайте чистоту в своей квартире. Эта чистота повлияет на вашего близкого человека. Так вы его будете развивать. Если вы соблюдаете режим дня, ему тоже захочется со временем. Есть стадии. Сначала он будет противником, потом он привыкнет. Потом ему станет интересно, потом будет соблюдать. Запомнили стадии? Сначала он будет против. Потом не будет обращать внимания никакого. Потом, значит, привыкнет. Потом дальше ему станет интересно, что она в бушку влетела вообще, что она этим интересуется. Ну, схожу на лекции, посмотрю на этого идиота, который ей, как бы, там, втемяшивает что-то в голову. Поднимите вот мужчину, который пришел вот для этого на мою лекцию, из-за этого, чтобы посмотреть, что жена чем занята. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Вы любите свою жену. Примерно так, понимаете? Так и происходит развитие человека. И развитие всегда добротой идет. Всегда только добротой, больше ничем. Можно, но он потом раскодируется. Потому что страх — это недолго. Закодировать означает испугать. Но на чем основывается кодирование? Его пугают просто. Говорят, если ты вот выпьешь, помрешь. А? Лекарство — это тоже испуг. Там в капсуле лекарства выпил, все, тебе капец. Это просто испуг. Страх долго человека. На страхе человек долго не держится. Нет, невозможно. Человек не пьет, потому что он научился отдыхать как-то иначе. Вы понимаете? Муж пьет не потому, что он придурок, а потому что он не умеет отдыхать. Попытайтесь это понять. Если вы его научили отдыхать как-то иначе, он перестает пить. Нужно замену человеку найти, понимаете? Он должен стать, получать что-то другое, потому что если он не будет пить и не будет отдыхать, то он попадет в психушку, услышьте меня, получит инсульт, инфаркт, тяжелую болезнь. Человек пьет для того, чтобы снять напряжение, хотя бы искусственно. Но если он не снимает, значит, будет только хуже. Я знаю случаи, когда человек терпит, не курит и получает инфаркт просто. Искусственно ничего не поменять, надо менять образ жизни. Как развивать глубокое понимание друг друга? Вот теперь очень важная вещь. Есть только один способ развивать глубокое понимание друг друга. Это совместная духовная практика. Она может быть разной. Допустим, вы вместе пошли, друзьям помогли. Это духовная практика. Вместе пошли, скопали газон. Это духовная практика. Вместе пошли, накормили птиц. Это духовная практика. Вместе пошли в храм еще лучше. Но понимаете, вы сначала выберите то, что человек сможет делать. Вот допустим, вы пошли вместе в парк, это уже круто. А если вы там начали птичек кормить, и он подключился к вам, значит, это еще круче. Понимаете, начните с того, что человек может делать. Не надо его тянуть сразу туда, где он не может. Развивайте его там, где он может развиваться. Вместе начали пробежки делать, супер. Это сближает людей. Сближает все, что приближает человека к правильной жизни. Вместе начали рано вставать, вы сближаетесь. Вместе начали храм ходить, сближаетесь. Но запомните одну простую истину. Сближаются люди, когда они не друг друга смотрят, а вперед. Что-то делайте вместе. Самые близкие птицы — это лебеди. Они друг на друга не смотрят. Они плавают в одном направлении. Запомнили? Близкая беседа — это редко. И это очень высокий уровень развития людей. Все. Это надо усвоить и понять. А все остальное — приближение друг к другу. Это найти способ человека вовлечь в правильную жизнь. И вместе с ним это делать. Вместе весело шагать. Это самый главный принцип сближения. Запомните, если вы вместе никуда весело не шагали, никакого сближения у вас не будет. Как определить, что вы уже вместе далеко прошагали? Это значит, что вы можете обсуждать вопросы, связанные с развитием Личности. Не какой-то Личности конкретной, потому что это называется сплетней, а просто вопросы, связанные с развитием Личности. Просмотр и обсуждение нравственных фильмов. Не перемалывать косточки людей, а восхвалять тех, кто поступает правильно. Запомните, когда люди вместе кого-то обсуждают, они разрушают свою жизнь. Обсуждают с точки зрения, типа, все плохие. Понимаете, эта беседа разрушает отношения. Вы отдаляетесь от человека, когда вы это все делаете. А когда вы кого-то прославляете и восхищаетесь, тогда вы сближаетесь с человеком. Когда вы кормите, когда вы прославляете, когда вы восхищаетесь, когда вы обсуждаете что-то возвышенное, это все сближает людей. Когда они обсуждают, кому-то косточки перемалывают, когда они думают о том, как обогатиться вместе, постоянно говорят, значит, это разрушает отношения. Совместное посещение святых мест, духовных мероприятий, вместе делать добрые дела, вместе помогать другим людям, вместе весело шагать по просторам. Ну, вкратце, весело шагать означает видеть душу во всем, что-то делать чистое, светлое, возвышенное. Это и есть то, что сближает людей. Не сближает людей ничего другое. Больше я вам того скажу, что это не только в близких отношениях, а также в дружбе. Если вы приходите к другу и начинаете кому-то косточки перемалывать, вы разрушаете отношения с этим человеком. А если кого-то восхваляете, улучшаете отношения. Поэтому люди часто не могут физически не перемалывать никому косточки. Поэтому мы сделали клубы благости, запрещено кого-то обсуждать. Там люди просто обсуждают что-то хорошее. Говорят, учатся говорить о хорошем, потому что уже отравлено восприятие. Начинаем за здравие, заканчиваем за упокой всегда. Потому что он вас соединил сам, он прилагает усилия для этого. Вы говорите, что ты меня держишь? Да не держит он вас, он такой же, как вы, он хочет смыться. Бог держит. Бог не даёт смыться. Там наверху нет больше зла. Просто мы туда неправильно лезем. Мы начинаем гордиться собой, думаем, что мы крутые. И разрушаем всё вокруг. Какие у вас вопросы по поводу сегодняшней лекции? Ваш вопрос? Да? По поводу лекции, да. Микрофончик. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я очень хотела, чтобы меня спросили вначале, но я сейчас поняла, почему это не произошло. Есть только одна причина. Я когда спрашиваю, я смотрю, кому тяжелее всего, и спрашиваю только этого человека. Я это знаю, потому что я не первый раз на лекциях, и когда я сидела и думала о том, что я хочу, чтобы меня спросили, я положилась на Бога в этом плане. Я ваши лекции слушаю... Вы знаете, лучше думайте, что он меня никогда не спросит. Иногда такие мысли меня заставляют спросить человека. Всегда нахожу ответы на ваших лекциях, на самом деле. Это либо через ответы другим людям, вам, ну, вами, либо вы в лекциях. Вот всё. Я сижу и радуюсь. Ваш вопрос. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. У меня один вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим плейлистом где-нибудь. Вот правда, у вас такая подборка, вы так хотите слушать ваши лекции? А что вы тогда на лекциях будете делать? Ну правда. Вы всё выслушаете и всё, и тогда у лекции-то не будет нормально. А сами делали, Олег Геннадьевич, пожалуйста. А? А сами тоже выслушайте. Всё выложить, да? Всё отдать. Олег Геннадьевич, отдавайте музыку. Отдавайте свою музыку, Олег Геннадьевич. Ну вот если есть такая возможность, я думаю, что не только... Я подумаю. Подумаю. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Ну а по лекции-то есть вопросы? Ну у вас, да, по лекции? Не обманьте меня. Точно по лекции? Да? Вот девушка, по лекции вопрос. Надо с микрофоном, мы же для всех стараемся. Олег Геннадьевич, а до какого периода времени человек считается близким, для родственников? Например, развод есть или уходы, или там у нас своя семья? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, если Бог вам дал человека, вы с ним прожили какое-то время, то он всегда на всю жизнь останется близким. У нас гражданский брак? Да. Просто бывает так, что Бог разлучает двух людей, и вы уже не можете быть вместе. Но вы должны знать, что если вы не очистите те отношения, то вы не сможете строить следующий. Очистить отношения означает светлую память о человеке хранить, не думать ничего плохого о нем. Он остается тоже человеком твоей судьбы, но ты не имеешь права с ним уже строить те отношения, которые строил, и никогда не будешь иметь в своей жизни. Ну то есть, если у него другая семья, другие отношения. Может быть, такой случай, может так случиться, что она опять вас соединит, но это крайне редко бывает, казуистика. То есть, это близкий человек, ты чистую светлую память о нем хранишь, с ним не общаешься, не разговариваешь. Если общие дети, то сотрудничаешь в воспитании детей, но при этом близких отношений ты с ним не строишь. Просто чисто и светло к нему относишься. В твоем сердце есть ниточка с этим человеком, но она не рабочая, будем так говорить. Она благословляющая или проклинающая. Если ты плохо о нем будешь думать, будет тебя проклинать эта ниточка, а если хорошо, благословляет. А вы, я к тебе, говорите, что надо все равно стараться вернуть близкого человека. Если у тебя уже есть муж, а у него жена, не надо вернуть стараться. А если мы, гражданский брак у всех, вот сейчас непонятно вообще. Гражданский брак означает муж. Брак создает Бог. Там же гражданский брак. То есть, кто-то, как он родственник, непонятно вообще-то. То есть, до какой первой линии он живет? Ну, живите втроем. Вот я просто эти вопросы, вот реально не учу. То есть, уже против воли человека есть? Если он живет с другой женщиной больше года, то если у вас есть дети, то пытайтесь вернуть мужа. Если у него есть дети, у вас нет, не надо возвращать. Сердце вам подскажет в любом случае. Надо ставить срок. Больше года срок прошел, уже, ну, скорее всего, все. А в течение года молиться, пытаться вернуть? Да, молиться, пытаться вернуть. И вот за все отношения, которые были, там, мужа, а были, там, гражданами, за всех надо молиться в течение минуты, все ровные деньги? Просто чистая, светлая память. Не надо за всех молиться, просто чистая, светлая память. Ну, что вы смеетесь? Она женщина. Женщина означает, что ей надо все очень глубоко в сердце понять, разобраться. И так жить, как сказал старший. Так работает разум женщины. Женщина, она соткана из чистоты и веры. Ну, то есть, есть мужской разум, он экспериментатор. Вот, допустим, мужчины как слушают меня? Они слушают, думают. Ну, разберемся с этим. Это правильно говорит, неправильно говорит. С этим согласен. Женщина-мужчину спрашивает после лекции, говорит. Видишь, Олег Геннадьевич, как правильно сказал, это всем известно. Он ответил. Я это уже знал. Потому что мужчина так слушает лекции, он сравнивает со своим опытом. Это его разум так работает. А женщина, она впитывает все себя и так живет. У женщины разум основан на чистоте и вере к старшим. Она не анализирует, не сравнивает, она просто принимает и все. Да? Поэтому женщина лучше, чем мужчина. Женщина – это лучшая половина человечества. А мужчины тоже хорошие. Женщины должны так понимать это. Молитесь, возвращайте, ставьте срок. Не надо ему ничего говорить, просто молитесь за него, возвращайте. Придет время, или он вернется, или Бог даст другого. Вы возвращаете, потому что вы раскаиваетесь то, что было. Понимаете? Вы возвращаете не потому, что вы упрямитесь, а потому, что вы очищаете свое сердце. Придет время, и в вашем сердце чистая память об этом человеке останется, или он вернется назад. Когда чистая память о нем останется, у вас успокоится сердце, вам будет хорошо. Хоть он и там. Это значит, что не надо дальше возвращать. Или он вернется, одно из двух. Все. Если он вернется, это значит, Бог решил, что он дальше должен вас мучить. А если нет, значит, тогда... Ну, кто-то должен вас мучить. Он выбрал вот его. Ну, поймите такую вещь, что когда с нами кто-то живет, это значит, что он должен нас мучить. А если мы по-доброму, хорошо себя ведем, то тогда этот человек дает нам также награды. Награды приходят обязательно в семейную жизнь, и счастье приходит, но только в результате труда. Понимаете, когда второй халиф после пророка, ну, его просили сильно все заступить вот к правлению мусульман, и он, когда вышел перед ними, он не хотел сильно сопротивляться, он вышел перед ними и спросил их, «Вы понимаете, что я буду испытывать теперь вас, если вы меня выбрали?» Они говорят, «Да, мы хотим, чтобы ты нас испытывал, именно ты». А он говорит, «Хорошо, тогда я согласен, чтобы вы испытывали меня». Это и есть семейная жизнь. Вы помнили? Да, а вы еще с детства говорили, что можно физически прямо пойти и поговорить с человеком. Не всегда. Если уже ниточки очистились, можно. А если у вас, у вас только в сердце спокойно стало, вы прошли первую стадию. Я имею в виду женщину, сказать ей, что ты же замужем, когда вы живете, что ты делаешь? Это называется боевые искусства. Если у вас есть такая сила, вы женщина-воин, у вас боевые искусства, можете прийти к ней и сказать, «Ты что, у тебя мозги на месте?» Если она скажет, «Да ты чё ко мне?» То вы должны быть готовы поцарапать ей фейс, показать ей свою силу. Такой вариант хороший для каких женщин, у которых много силы внутри. Если у вас хватает силы, идите скажите ей. Но это не будет беседа добрая. Не надо обсуждать чужие грехи. Это вам не поможет. Молимся, возвращаем человека. Если хотите разобраться, идите и поцарапайте ей фейс. Боевые искусства никто не отменял. Мужчина тоже может, вот жену кто-то увел, может прийти ему, сделать точный массаж лица. И дать ему возможность поддыхать потом. Жена, когда это все увидит, она поймет, то сильнее у нее вера в этого человека пошатнется. Это будет только первая реакция. Потом он поймет, что вы его любите. И потом в ней тоже все вскроется. Вот допустим, если вы примените боевые искусства, она начнет орать. А ты что, смотрел? А что, он будет вас бить, что ли, за нее? Нет, он будет смотреть на это все. И она будет орать. Ты что, смотрел? Ты почему меня не защитил от своей этой жены? Вот. Будет орать на него. Испортится их отношение в результате. Он придет к вам, выясняет отношение. И вы скажете, я тебя люблю, поэтому так сделаю. Но вы не сможете так делать, поэтому не ходите. Вы добрая, поэтому вы не будете ей царапать лицо. Это наверняка надо делать, если ты такая сильная дама. Надо наверняка уже, понимаете. Если ты можешь победить, можешь пойти и как бы поцарапать ей фейс. То же самое надо делать, когда оскорбляют твой наставник. Одни люди оскорбляли наставника, моего наставника. Я сказал на лекции, что кто-то должен сходить и поцарапать им фейс. Они выложили этот отрывок на центральном телевидении. Вот смотрите, Олег Геннадьевич, хороший человек, вроде заставляет царапать фейс людям. Ну я тогда сказал, что их надо гонять по подоконникам кому-то. Вот так я сказал. Вот. Вот выложили, по телевизору показали, что я изверт такой заставляю вот этих людей вот это делать. Но я не раскаиваюсь. Потом в следующий раз на лекции я сказал, что я раскаиваюсь в том, что я призываю побить морду тем, кто оскорбляет духовного учителя, поносит его. Ну я раскаиваюсь за это. Но если кто-то набьет им морду, я буду счастлив. Ну примерно так. По лекции вопрос, да? Ну вот девушка, вот светлые волосы. Нет, другие действия, другие действия совсем. Там, понимаете, дети, они искренне, если вы по-доброму к ним относитесь, их приняли, вы можете прямо напрямую открывать сердце, рассказывать истину. Они будут прямо вот как с чистого листа бумаги. Но только до 13 лет после полового созревания ребёнок не способен уже воспринимать это всё. И ему нужно вести себя так же, как с мужем уже тогда. Просто терпеть, по-доброму относиться и всё прочее. До 13 лет Бог даёт людям, родителям возможность, детям открывать сердце, сокровенные вещи. Говорит, они всё будут впитывать. После 13 уже всё. Ну и у ребёнка сейчас примерно 11 лет, и такое ощущение, что, ну вот, что касается вопроса веры и Бога, полное отчуждение, непринятие... Всё, закончилось ваше время. Началось половое созревание. 22 сентября будет лекция формирования здоровых отношений с подчинёнными сотрудниками. Это для лидеров и для тех, кто хочет поинтересоваться этим. Для любопытных, короче. Человек не лидер, но любопытный, как там Олег Геннадьевич с лидерами говорит. Можете прийти послушать. 23 сентября это обязательно, кто хочет побежать в судьбу, мощная вещь, победа над судьбой, ретрит. Я желаю всем, помните, это мощная вещь. Кто не был, сходите. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Благодарительный фонд пищи жизни, корм бездомных, поддержка здорового жизни, помогайте фонду. Это руководитель, мой хороший друг, и он, правда, они искренне стараются это делать, не наживаются на это. Ну, ваш вопрос, мы, правда, с вами уже общались. По лекции, да? Если квартира небольшая, если квартира небольшая, и где ставится алтарь в спальне, там, потому что семейная ложа, либо надо как-то его закрывать и переносить? А зал есть? Ну, коридор только. Коридор и спальня? Ну, коридор и две детские комнаты, и кухня. Можно на кухне поставить алтарь, потому что кухня должна быть чистой. Можно в спальне поставить, но его закрывать. Коридор лучше не ставить. Олег Иванович, может, еще один быстрый вопрос про очищение пищи, освящение пищи? Где читать? Вы сказали, что это изучает читать? В каждой традиции духовные свои правила освящения пищи, поэтому я не углубляюсь в подробности. Возьмите свою традицию, узнайте, почитайте. Везде этот вопрос, везде очень актуален, и он везде разбирается очень глубоко и подробно. Надо освящать пищи по тем законам, которые существуют в вашей духовной традиции. Ну, еще раз спросите вы, девушка. Спасибо большое за ваш труд и за ваши знания. Вот уже, наверное, 9 лет из сложных ситуаций выходили, благодаря им. И моя семья, и друзья наши. Вопрос у меня такой. Может ли семья родителей, даже если ты, казалось бы, стараешься работать над собой, я молюсь, 3,5 года, постоянно, влияет на тебя. У нас такая инфарма семейная. То есть они плохо влияют родители на вас? Нет, у нас все мужчины ушли из жизни. А уходят раньше времени? Да, где-то в возрасте. Мужчины по какой линии? По вашей? По папиной. По папиной у вас, то есть ваш брат там? Нет, мой папа суицид у него был. И у его отца тоже суицид? Нет. Значит, не все мужчины? Его отец и его брат, они все умерли. Очень, ну, примерно в одном возрасте, 30-33 года. Вот, и у моей сестры ушел муж 2 года назад, и семьи просто ушел. И вот у нас сейчас тоже непростая ситуация, если честно, она совершенно неожиданна, потому что мы бы не счастливы, 9 лет. 9 лет жили, он ушел. Плохой период просто. Пять лет назад у нас так случилось, мы спасли наш брак, и сейчас вот такой же сценарий абсолютно, я думала, что мы это уже пережили, и он действительно… Плохой период у него. Плохой период? Плохой период, связанный с личной жизнью. Побеждается молитвой, верой, молитвой, не словами. Верой, молитвой, здоровым образ жизни побеждается плохой период. Понять, что не он виноват, не семейный род виноват, а просто судьба. Молиться и побеждать судьбу. Первая стадия победы – спокойствие в сердце. Вторая стадия – общение, общение ниточки. Третья стадия – изменение в его сердце. Когда вы пройдете все три стадии, у вас появится вера в Бога. И еще маленькое такое, если можно, дополнение. У нас вот по папиной линии осталась только одна бабушка, и с ней вообще никто не общается, кроме меня. У нас как-то так вот странно произошло, потому что все женщины такие суеверные, живут в пригороде, и почему-то они ходят по бабулькам, я только с бабушкой общаюсь, и эти доброжелательные бабушки, все говорят, что вот наша бабушка колдунья, и от нее все сыновья умерли, муж умер, она осталась одна, все мнуки от нее отвернулись, с ноги, и получается… Это знание в невежестве. Ваша бабушка хорошая, она никакая не колдунья, надо ей помогать, заботиться. Все в чем вопрос? Как могу ли я как-то помолчать этой ситуации? Нет. Бабушке, бабушке… Бабушке вы и так помогаете. Людям вокруг, родственникам нет. Они сами решают, как к кому относиться. Не берет на себя слишком много. Есть невежественные люди, есть благостные, страстные. Невежественные люди всегда считают кого-то плохим. Они в страхе живут, видят страх. Кто-то проклял кого-то, кто-то сглазил. У них такие мысли постоянно в голове. Вы и так не должны считать. Это разрушает вашу жизнь. У вас хорошая бабушка, у нее есть особенности характера, она видит больше, чем обычные люди. Но это не значит, что она колдунья. Вот я колдун или нет? Я нормальный человек. Спасибо. Но тоже вижу чуть больше, чем остальные. Ничего страшного, это нормально. Это не мешает нормально жить. Ваш вопрос по лекции, да? По лекции. Вы все время меня обманываете. Вы не по лекции спрашиваете, а почему-то другому. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Спасибо вам за лекцию. Очень интересная. Я думала, вопрос по лекции, но... Но... Было два, две ситуации, которые, в принципе, я получила ответ. И когда я подумала, следующий вопрос, вы меня сразу спросили. Поэтому я спрашивала. Вы девушкам советуете, как вы хотите, в проблемных ситуациях, в личных отношениях. А можно ли узнать в таком, когда в моей личной жизни наступят проблемы с тяжелым периодом, чтобы заранее подготовиться? Через какое время? У вас семья, муж есть? Да, мой муж мой. Когда у вас наступит трудный период в ваших отношениях? Да. Через три года. Через три. Спасибо. Но он ничего не поменяет в ваших отношениях? Да. Да? Спасибо. Потому что вы сильные люди просто. Вы и так справитесь с ним. Но вы готовьтесь. Вам будет тяжело в этот период. Но это не значит, что это разрушит ваши отношения. Ладно, мои хорошие, у нас время уже закончилось, в общем-то. Сейчас будем желать всем счастья. У человека есть память. Человек все время помнит о себе или о своей жизни. Это называется судьба. Память о себе — это и есть судьба. Но когда человек соприкасается с какой-то необычной любовью, его память переключается. Например, человек влюбляется в кого-то. Он начинает помнить о другом человеке, и его судьба тогда тоже меняется. О ком бы мы ни помнили, то действует на нашу судьбу. Если мы думаем о себе, значит, судьба просто живет в нашем сердце. Но когда мы влюбляемся или чувствуем необыкновенную силу, любовь и сила переманивают память. Когда человек начинает думать о Боге, но если очень сильно молится кто-то, и мы вспоминаем Бога, чувствуем, забываем про себя, думаем о Боге в этот момент, или об этой песне, просто молитве, в этот момент человек перестает находиться под влиянием своей судьбы и начинает находиться под влиянием Бога. Есть два состояния существования человека. Одно состояние на 99% мы живем — это влияние нашей судьбы. И другое состояние, которое все ждут на этой земле, называется милость или удача. Запомните, есть только один способ в этом мире получить милость или удачу. Это своей памятью приковаться к Богу или к звуку о Боге. Когда кто-то душевно поет о Боге, и ты чувствуешь, что тебе это нравится, в этот момент ты побеждаешь свою судьбу и получаешь милость. Это не я придумал. Об этом говорят все священные писания. Поэтому сейчас сильно слушайте тех, кто поет о Боге. Это молитва «Отче наш» на армейском языке, на котором Иисус Христос говорил. И повторяйте то, что помогает оторваться от себя. «Я желаю всем счастья». Вот сейчас мы этим займемся. Такая практика. Субтитры создавал DimaTorzok